И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему аккаунтику, который у нас уже первый сержант, почти сержант-майорчик. Аккаунту, который я создал буквально два дня назад. Это от новобранца до легенды, на страйкерочке. И сегодня у нас уже третья часть данного видоса. Как я уже и говорил, изначально, перед каждой серией, мы будем открывать обычные контейнеры. В прошлый раз я говорил, что мы откроем 20 очку, но на самом деле я открыл 18, потому что сбился со счета. Сегодня мы все это дело исправим. На момент записи данного видеоролика вы уже набрали 150 лайков. Спасибо огромное на второй части. Не забывайте также прожимать. Не забывайте о том, что каждые 10 лайков это один контейнер. Мы уже на стриме довольно неплохо прокачали наш аккаунтик. Уже сегодня добьемся звания, как я уже сказал, сержант-майора. У нас 108, почти 109 тысяч кристаллов. Сегодня у нас суббота. И сегодня у нас в игре есть скидочки. И на этих скидочках, конечно же, есть те предметы, которые мы с вами приобретем. Но для начала мы откроем контейнеры. Если уж я был должен, двушечку. Плюс у нас набралось 150 лайков. Я думаю, что вот сегодня точно двадцатка. Это будет то самое число, которое нам нужно открыть. Поэтому давайте непосредственно приступать. Первый есть. Был у меня 51 контейнер. Соответственно, 31 контейнер должен остаться. 3500 падает. Мне нужны кристаллы. Очень сильно нужны кристаллы на этом аккаунте. Падает аптечки. Еще 3500. 100 тысяч кристаллов. Было бы вообще шикарно. Шафт. Эффект на шафт. Ну, конечно, мне это не надо. Если бы это были бы 100 тысяч кристаллов, я был бы безумно рад. Арес. Устройство от поджога. 10 тысяч кристаллов. Есть контакт. Еще 10 тысяч кристаллов. Есть. То, что мне надо. 3500. И еще один фиолетик. Васп, иммунитет от Эмми. Я играю на диктаторе. Мне, конечно же, он не нужен. 3500 еще падает. Синяя. От поджога на арес. И осталось у нас еще 8 контейнеров. По единице, конечно же, открываем. 3500 падает. 125 ддшек. Дроп мне тоже нужен. Броня тоже нужна. Хвоя. Крутая краска. 125 повышенной защиты. И осталось 3 контейнера. Раз. Ддшки. Два. Нитра. И три. Кристаллы. 3500. Итого. У нас становится почти 150 тысяч крисов. Почти 150 тысяч крисов. Это значит, что нам сегодня хватит на все прокачать. Заданки я уже все выполнил. Поэтому, по сути, наша третья серия сконцентрирована непосредственно на прокачке аккаунта. И еще добьем вместе с вами заданку, в которой надо прожать 50 овердрайвов. Получим еще один контейнер и еще 50 звезд. По планам у меня пройти этот челлендж, дабы получить танкойны и потом приобрести себе еще один слот. Но, по сути, даже не пройти нам надо. Нам надо дойти до 49-го. 50-й уровень. Тут с этой ядерной энергией, по сути, никакого смысла нету в ней. Поэтому 49-й, если дойдем, будет вообще шикарно. Ну и здесь есть еще одна крутая красочка хохломана, которой, я думаю, мы будем с вами играть в дальнейшем. Мне очень нравится она. Пока будем играть на зеленке. Да, хоть там я упала, будем играть на зеленке. Все равно до хохломы дойдем. Я думаю, что тогда можно будет ее приобрести и... Ну, вернее, не приобрести, а просто надеть. Она уже у нас как в челлендже будет. Так, начинаем, конечно же, с покупки дистанционки. Есть у нас она. Наконец-таки. Я не скажу, что, конечно, страдал много, но пришлось поиграть на не совсем хорошем страйкере. А вот теперь с дистанционкой-то пойдет совсем другая малина. Купили за 104 тысячи кристаллов. Это покупка очень нужная. Я без нее вообще не мог никак. Дальше мы покупаем вместе с вами страйкер МК-2. Покупаем его. Прокачивать, конечно же, нет никакого смысла. Потому что звания идут вверх. И у нас, по сути, ну, как бы вооружение качается. Им покашить его нет никакого смысла. При том, что быстро все это дело апается. Диктатор, мы также берем МК-2. То есть у нас уже, по сути, сочетание дико-страйкер МК-2. Плюс ставим на прокачку Брута. На третий шажочек завтра его мы ускорим. И еще раз МПК-шным, потому что завтра будут скидки 50% на ускорение и 30% на поставку шага. То есть мне это даже будет выгодно даже ускорить. Там потратить надо будет, я думаю, что где-то около 2000 кристаллов. Можно даже меньше. И поставим на еще один шажочек. То есть у нас уже Брут будет на четвертый шаг качаться. У меня уже 55 усиления брони и ДД-шки есть. Это очень хороший результат. То есть на 5% мы уже подкачали. И что я еще хотел купить? Я хотел купить, конечно же, первый модуль. Вместе с вами мы уже решили в комментариях. Спасибо всем, ребят, кто оставляет свое мнение. Мы решили, что нужно приобрести резист от страйкера. Сможем ли мы его приобрести МК-2? Да, МК-2 мы его тоже сможем приобрести. МК-3? Нет, МК-3 не можем. Так, МК-2 у нас страйкер резист есть. Когда откроется еще один слот. И я также уже на стриме вместе с вами решил то, что мы возьмем резист от шафта. Сейчас шафтов там на маленьких званиях много. Поэтому я думаю, что это будет очень правильный и грамотный качественный выбор. Ну и отправляемся теперь уже в бой. По режиму... Ну давайте, наверное, попробуем. У меня уже 1200 ГС. Ничего себе. Растем, растем. Наконец-то я зелененький стал. Подкачался, так сказать. Давайте, наверное, пойдем... Ой, не то я нажал. Давайте пойдем, наверное, в контроль точек. Мне очень хочется поиграть именно там. Заодно мы сейчас поднимем новое звание. Выполним заданочку. И со всего этого дела заберем еще хороший дополнительный бонус. Ну и заодно посмотрим, насколько сильно отличается дикострайкер с дистанционкой от дикострайкера без дистанционки. И МК-2 у нас, да, уже как бы вооружение. Плюс еще резистик. Ну, отличный бой меня закинуло, если честно. Так много поиграл вообще. Устал аж. Устал, если честно. Устал. Устал. Возможно, даже до момента выхода третьего видоса наберется у нас больше лайков. Если у нас наберется большее количество, чем я открыл сегодня контейнеров, да, то есть я открыл двадцатку, то мы в следующем видосе еще, да, откроем. Надеюсь, что те ребята, которые смотрели стрим по этому аккаунту, он вам понравился. Но активность была очень хорошая, и я в очередной раз благодарен вам за то, что вы эту активность проявляете. Потому что для этого аккаунта, ну, она, наверное, как никогда важна, да. Приятно мне видеть хорошие цифры в той рубрике, которую я вот прям, ну, с кайфом, реально с кайфом играю. Мне очень нравится играть на страйкере, а прокачивать новый аккаунт на бездоната платформе, ну, можно сказать, да, так. Мне, ну, еще вдвойне приятно, да, то есть вообще все четко получается. Ну, и ребята есть, которые тоже помогли сегодня на стриме, поскидывали свои золотые ящики с каких-то супераккаунтов. Этим ребятам тоже огромная благодарность, за счет этого мне упростили возможность покупки дистанционного подрыва. Так, ну и посмотрим, что я смогу уже непосредственно сделать в первом бою. Наверное, уже стоит меньше балаболить и стараться как можно больше накидывать урона по оппоненту. Так, аптечку прожму, расходки стало больше, сейчас до тиммейта, если дотянусь, прожму ему овердрайв. И еще с этого овердрайва можно накинуть урончик, противничек получает сразу хороший дэмэдж. Вот вам плюс дистанционного подрыва, то что каждая ракета будет достигать своей цели, да, то есть, ну, нет такого, что я промажу там, не нанесу урон. Здесь все ракетки будут уже, ну, там бывает, конечно, что они там не попадают, там я чуть-чуть кашу, но просто стреляя вы будете промахиваться намного, намного больше и намного меньше урона будете накидывать. Вот такой урон, как я сейчас через стенку дал, вы никогда не сможете нанести. Ну, а здесь это дело, конечно же, получается за счет дистанционочки. Ну, и вот шапп против тоже будет. Сейчас мне чуть-чуть накидывать, сейчас я чуть-чуть звук потише сделаю, за много у меня звука. Стараемся выиграть эту катку, да, победа как никогда нужна, и заодно посмотрим, сколько опыта получим с этого боя, если это будет полноценный 15-минутный бой для цпшки, мне даже интересно, сколько здесь можно будет забрать. По поводу дрона, да, я уже много чего говорил, скажу еще раз то, что мы на бруте будем играть до тех пор, пока не откроется у нас бустер. Как только откроется бустер, сразу я покупаю на это так бустер, и мы начинаем уже прокачку бустера. Ну, если на тот момент времени его, конечно же, не занерфит. Если его вдруг занерфит, он перестанет быть актуальным, нагибающим дроном, то, возможно, будут какие-то изменения в этом плане. Но пока изменений никаких не планируется, я буду концентрироваться непосредственно на этом дроне. Ну, пока, конечно, это будет брут, но потом уже перейдем. Надеюсь, вы мою мысль уловили. Так, ну катку мы пока что проигрываем. Хоть и я хорошо иду, 10 на 2, у меня, в принципе, наверное, в этом бою все получается. Против только есть один жесткий тип. Вот именно он на титанчик огроме. Ну и вот мы сейчас уже захватили все точки. Было бы неплохо сейчас чуть больше давления дать ближе к респу. И постараться уже зафокусироваться на оппоненте, не отдавать ему точки. Шафт целится, да, хорошая прицелочка. Так, сейчас раздадим овердрайв своему тиммейту. И попробуем отыграть через лево. Видел, что там противник был. Шикарный выстрел. Сразу же его добиваем. Так, здесь по викингу поработаем чуть-чуть. Хорошо, викинг на респу ходит. Может быть, шафта забрать. Нет, ладно, не будем рисковать аптеку. У нас теперь уже столько расходки. Я могу даже и аптеки хавать без перерыва. Это очень хорошо. К сожалению, все заданки супермиссии мы выполнить вместе с вами не успеем, не сможем. Потому что, во-первых, у меня нет такого большого количества времени на их прохождение. Ну и второе, это то, что у нас даже в очередной раз время. То есть, остается всего лишь полтора дня. Это надо много сидеть, прокачивать. И это очень невыгодно для такого аккаунта. То есть, если я сейчас очень большое звание вкачаю и останусь на плохом вооружении, у меня не будет кристаллов на прокачку. В этом ничего хорошего не будет и не выйдет. Поэтому в этом плане торопиться нам некуда. У нас уже и так сержант-майор. Мне падает премка, да, и звание летит, ну, безумно быстро. Понятное дело, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны не нужно увлекаться. Да, не нужно лететь сломя голову. Нужно также полноценно зарабатывать контейнеры, чтобы в дальнейшем было намного проще по прокачкам. И если буду за день там поднимать очень большое количество опыта и быстро улетать по этим званиям, то по итогу наступит тот период времени, когда у меня будет какой-нибудь майорчик и вооружение МК-3, МК-4. И что я буду делать с этим МК-3, МК-4? Я там вообще ничего не смогу сделать. Поэтому пока что мы вот эти вот все мысли с супер-быстрой прокачкой оставляем где-то в другом месте потихонечку. Потихонечку я думаю, что мы будем идти к своей цели. И так я считаю, что за, ну, два, может быть, два с половиной дня это очень неплохой результат. Сегодня на стриме вообще получилось как раз-таки реализовать то, что я и хотел. Заработать кристаллы на дистанционочку. Так, сейчас у нас будет падать голд. Здесь как раз-таки на диктаторе у меня есть эта отличная возможность забрать его. Ну, по крайней мере, постараться его забрать. Ага. Надеюсь, надеюсь, выживу. Нет, не выжил. Но, к сожалению, гром уничтожил. Можно было сейчас здесь тысячоночку красивую поднять. Дополнительная боя тысячоночка мне бы не помешала. Так, попробуем сейчас слить здесь противника. Мы уже начали вести по счету. Это очень хорошечно. Так, попробуем сейчас раздать овердрайв на своего тиммейта. Раздадим после того, как захватим, либо пока вот этот вот молодой отрез пицца. Да, хорошечно. Чтобы как раз-таки нанести по нему сразу урон критический. Ну и попахивает досрочкой. Выпахивает досрочкой. Наверное, получится здесь завершить эту каточку досрочно. И тогда будет вообще все шикарно. Мамонта здесь сливаем тоже. Хорошо. Попробуем зарез пить титанчика. Титанчика тоже уносим. 26 килов. При том, что меня закинуло, ну, примерно к своим званиям. Примерно к своим званиям. За исключением вот этого моего тиммейта, который на младшем лейтенанте. Он, конечно, я не знаю, каким образом попал вообще на эту катку. Ну ладно. Что есть, то есть. Так. Пробуем сейчас еще здесь чуть-чуть поднакинуть урончик. Также, друзья, видел, что много ребят вместе со мной тоже начали прокачку аккаунтов. Очень приятно все это дело видеть. Надеюсь, что вместе со мной тоже сумеете дойти до легендочки. И посмотрим, с какими вооружениями, с какими характеристиками вы сумеете до этого звания дойти. Понятное дело, что дойдут только сильнейшие, только самые стойкие, самые стрессоустойчивые. Я бы сказал бы даже так. Потому что наступит период времени, когда будет очень тяжело. Будет у противника хорошее, например, вооружение. У вас таких прям шикарных вооружений может не быть. Поэтому нужно быть ко всему готовыми и аккуратно, грамотно все прокачки выполнять. Ну и, конечно же, дело не разбегаться по разным вооружениям. Качайте себе одну комбину и качайте ее. Не нужно там прокачать одно вооружение, потом прокачать второе вооружение, третье вооружение. Ничего хорошего из этого не выйдет. У нас досрочка, 7-минутная катка. Не успел я оверотзать, можно было еще саппорт очки получить. 2 200 с этого боя получаем. Получаем также новое звание. Сейчас мы за звание тоже получим. Так, посмотрим по прокачке ничего тут у нас не появилось нового, что я смогу из своих вооружений прокачать. Нет, ничего не появилось. Получаем плюс дополнительный контейнер. У меня 30 контейнера есть. Теперь за миссии забираем еще один контейнер. Это 50 звезд. И забираем 2000 кристаллов. 34 тысячи кристаллов у меня становится. Ну и по сути, наверное, у меня сейчас будут кристаллы копиться. В большом количестве я думаю, что я их тратить не буду. Потому что в этом не будет как таковой необходимости. У нас пойдет полноценная вкачка-вкачка вооружения. По необходимости, по именно росту моего звания. Ну и прокачка дрона. Прокачка дрона плюс резиста. Но мне кажется, что там особо много тратить я не смогу. То есть там как бы кристаллы какие-то там улетать будут. Но это будет копейки по сравнению с тем, сколько, например, стоит устройство на страйкер дистанционной подрыв ракет. Ну и я думаю, что, как вы и говорили, хотели, чтобы у нас каточки были в районе 25-30 минут. Я думаю, что мы еще один боечек сможем сыграть. Боечек в командном бою. Чтобы это была ТДМ-очка и чтобы она закончилась явно быстрее 15 минут. Потому что если это будет 15 минут, это будет очень долго. Сыграем. Посмотрим, что у нас здесь в ТДМ-ке. Посмотрим, что делает у нас здесь противник. Мне ребята тоже говорили, что в ТДМ-ке очень часто кидает с точностью к вашим званиям. И это очень хорошо. То, что будут, ну, примерно такие же ребята играть, как и я. Лаксерва, конечно, происходит неприятный. Ну, ладно, ничего страшного. Попробуем, наверное, здесь где-нибудь от центрика поиграть. Покидать урончик. Так, пожить и попрожимать грамотные овердрайвы. Посмотрим, что из этого получится. Вижу, что противники особо не играют с расходкой. Это отличная возможность уничтожать побольше оппонента. Вовкинса сейчас мы уничтожим. Вовкинса. Еще по одному молодому человеку даем. Накидочка. У меня ДД-шка на КД. Сверху овердрайв еще не упал. Соответственно, я прожимаю свой овердрайв. И лаксерва происходит. Как же я и люблю эти лаги. Шикарный лаг. Так, сейчас будет овердрайв, да. Идеально все по таймингу. Попробуем с расстояния еще туда накинуть. Овердрайв заберем, проконтролим. Миночка срабатывает хорошая. Шахта не уничтожаем. 6 к 1. Хорошо, идем. Хорошо, идем. Если в этом бою сумею набить где-то, ну, порядка 40 киллов. Это будет хороший результат для меня. Да. И попробуем сейчас дать тиммейту здесь овердрайв. Овердрайв. По сути, все то же самое, что я делаю на основе. То же самое делаю здесь. За исключением того, что, ну, это все происходит намного-намного медленнее. Потому что вооружение не прокачено. Если бы еще по прокачкам было бы как на основе, да, ну, примерно по скорости, я имею в виду, то было бы круто. Так, немножко медленно все поворачивается, но ничего страшного. В принципе, не сильно большая разница. Так, главное, что у нас есть дистанционка. Дистанционка решает очень многие вопросы в свою пользу. И, ну, видите, какие выстрелы можно делать, которые вы бы никогда бы не смогли сделать, если бы у вас был бы простой страйкер, да, либо страйкер с каким-то устройством, но не дистанционный подрыв. Поэтому я, конечно, этому моменту рад. 14 киллов уже есть. Попробуем сейчас так же само отверх отыграть. Надеюсь, что получится. Там же прожмем овердрайв своему тиммейту. Он будет сейчас меня напрягать здесь васп снизу, или... А, нет, он меня не видит. Тогда, да, ладно, не буду прожимать тогда. Расходки все-таки не так много. Я думаю, что даже какими-то моментами лучше ее поэкономить, не тратить ее, как, ну, жесткий нарик, да, у которого вы думаете, что там расходки миллионы. И я смогу всегда быть на ней лучше. Уж задуматься о том, что может наступить тот момент, когда у меня не останется расходки. Поэтому лучше, если уж есть возможность сэкономить, да, лишнюю там ДДшку, аптечку, ДАшку, то лучше ее сэкономить. Потому что, возможно, потом будут моменты, когда я не смогу экономить. Либо будет жесткая там катка, которую нужно будет выиграть. Либо будет там голд падать, или еще что-то, где эта аптечка пригодится намного-намного больше, чем просто в бою. Где и так у меня, по сути, все получается. Здесь Диктатор, к слову, раздает мне тоже овердрайв очень грамотный. Но я думаю, что он его на халяву раздал. Он не знал, что я там нахожусь. Ну, вот здесь, например, аптечку лучше поражать, чтобы уничтожить оппонента. Есть овердрайв. Попробуем сейчас Аресу раздать, если он выживет. Надеюсь, что он выживет. Попробую сейчас здесь васпика добить. Блин, хорошо. Выживает мой молодой человек. Хорошо, 1600 с крита. Попробуем сейчас за два выстрела викинга этого уничтожить. Раз, выстрел. Два выстрела, да, с двух выстрелов викинг уходит на респ. Васпик также сам из двух выстрелов уходит на респ. А респ мне тоже чуть-чуть хп-шки, я так понимаю, хилит. Либо у меня было так много. Не обратил сильно внимания. Ну и страйкер играет с охотником, я так понимаю. Да, это охотник вроде как. Или он просто решил сначала сводиться, потом передумал. Не понял я его мува, если честно. Блин, думал, что сейчас на бустере играю. Нажал ДАшка, надо было да дожать. Не, нет у него никакого устройства. Это просто он хотел сводиться, потом передумал. Понял, что очень долгая сводка у него. Так, ну и у нас прошло 5 минут. За 5 минут я сумел дать 21 килл. Ну, неплохой результат. Неплохой результат. Значит, ну где-то на сороковочку мы за эту катку идем. Если 40, на объем будет вообще шикарно. Ну, практика, конечно, показывает, что первая половина боя всегда идет лучше, чем вторая. Поэтому, наверное, где-то на условной 35-очке мы вместе с вами здесь остановимся. Овердрайв есть. На радаре подо мной никого нету. Можно было бы раздать даже подо мной, если был бы мой тиммейт. Сейчас доедем до кого-нибудь. Да, вот, например, этот харюк мимо будет ехать. Раздам ему овер. Хорошо. По одному с критом урон. По второму просто сплэш. Второго тоже уничтожаем. Есть овердрайв сверху. Попробуем его забрать. Надеюсь, что викинг не будет брать. Но зачем он берет? Но он даже не понимает, зачем нужна эта коробка. Он просто ее взял, чтобы взять. Хотя, по сути, он мог бы мне ее оставить. Я бы ему еще тоже овердрайва дал бы. У него была бы еще расходка дополнительная. Но, к сожалению, на таких званиях игроки не все еще что-то понимают. Так. Есть отличная возможность. А, я хотел сказать, еще вот двух уничтожить. Но шафт здесь в прицеле. У шафта. По прокачкам, ну, должно быть хорошо. Две шестьсот. Две шестьсот ГС. Это, наверное, МК-3 вооружение. И, ну, сколько там летит, я, конечно, не знаю. Но постоянно меня ваншотят. Постоянно ваншотят. Что меня ваншотили сегодня на стриме. Что меня ваншотят тут. Значит, урон там где-то, ну, около двоечки. Со свол с водкой вылетает. Может, даже больше. Этого достаточно, чтобы полноценно уничтожить диктатора. Ну, может, даже и Мамонта может уничтожить. Но у меня есть только диктатор, и на нем я играю. И вам, к слову, советую играть на нем. Так, попробуем хорячка уничтожить. У него 0 хп остается. Если сейчас откроется, то, может быть, мы его уничтожим. Но он испугался, я так понимаю. Девято процентов овердрайва. Ой, хорёк лить. Ох, опер лить. Так, раздадим овердрайв на тиммейта. Дадим саппорт очки себе. И попробуем сейчас еще за счет фул расходочки. Пару-тройку киллов оформить. Потом будет небольшой кулдаун. ДДшка у меня тоже, да, на когда уйдет. Вообще шикарная карта. Шикарная позиция. Вот здесь сверху на дистанционке. У вас получается весь обзор на вражескую базу под эту стенку. И даже если вас там начинает кто-то контрить или закрываться от вас, вы все равно на дистанционке попадете по оппоненту и нанесете хорошее количество урончика. Попробуем сейчас хорька. Нет, хорька не успеваю слить. Здесь справа тоже васпик открывается в простреле. Овердрайв сверху как раз таки падает, но у меня 80%. Я думаю, что лучше я сейчас раздам овер. И если никто его не заберет, скорее всего его никто не заберет, я смогу еще и овердрайв здесь законтролить. Так, тиммейту бы раздать овер. Подъедет к низу. Давай, братик, подъедь. Есть, хорошо. Еще один килл. И, блин, не с того. Дуло, вылетело. Вылетела моя ракеточка. Так, 33 килла. Хочет забрать у меня овер. Попытка неплохая. Хорошая даже, я бы сказал. А если вот так сделаю, что ты скажешь на это? Мой друг. Не совсем грамотный, конечно, овердрайв. Но, свои киллы я дал с него. Поэтому, можно считать как не ошибка, потому что еще и катка у нас завершилась. Как я и говорил, до сороковочки я не дотянул. Но 36 киллов для такой катки. И целых 3000 крисов на таком звании. Это очень хороший результат. При том, что это ТДМ. И это бой, который завершился где-то за 7 минут. 6000 опыта, 3000 кристаллов. Отличный результат для такого боя. Ну и теперь единственное, что мы можем посмотреть, это что у нас с заданками. Знаете, вот в чем еще проблема? То, что у нас недельные здесь старые миссии. Да, новые миссии были бы куда лучше, потому что за новые недельные контейнеры есть определенная сумма кристаллов, сколько вы получаете за контейнер. А здесь, в старых недельных контакт, эти цифры варьируются в зависимости от вашего звания. По крайней мере, было раньше так. Если я вдруг ошибаюсь, напишите по этому поводу в комментариях. Но вроде это так, что там цифры менялись от звания. Соответственно, их не совсем выгодно будет открывать, эти контейнеры. У нас осталось 170 килов здесь, одну миссию здесь и 8 миссий там. То есть, по сути, нам еще надо целых 3 дня, чтобы выполнить эти заданки. Здесь у нас остается 5000 очков. По расходке 200-250. Ну и на корпусе набить. Поэтому, ну, я уже уверен, что, возможно, какую-то из этих еще заданок мы выполним. Но все заданки выполнить я не смогу. И получить эти 7 ультраконтейнеров тоже у меня, к сожалению, огромному не получится. Все-таки на мульте все это дело происходит намного сложнее, намного тяжелее. Как-то так, друзья. Как-то так получилось на этом видосе все, приобрести все, что хотел. Да, завтра у нас скидки на МПК. И это будет возможность прокачать наш дрончик. Ну и уже у нас, уже сержант-майорчик, друзья. Уже совсем скоро ворент-офицер. А там уже и совсем другие контентовые вещи с ворент-офицера, если я не ошибаюсь. То есть у нас также открывается возможность приобретения диктатора-страйкера МК-3. То есть вообще логичнее было бы это все дело сегодня сделать, но у меня уже не получается. То есть и так у нас видеоролик долго длится, плюс все заданки я выполнил. Поэтому завтра уже, к сожалению, без скидок, но там не такие большие цифры, мы приобретем. Самое главное было приобрести со скидкой дистанционный подрыв, который у нас благополучно получилось сделать. Поэтому поддерживайте видос лайком, каждые 10 лайков открытие одного контейнера в начале следующего видеоролика. Пока мы остаемся при прежних цифрах, потому что контейнеры у меня есть, вы видите, 33 конта есть. То есть по сути 330 целых лайков еще можно прожать до следующего открытия. Поэтому прожимайте обязательно, ну и подписывайтесь на канал, надеюсь еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.